приветствую всех зрителей моего канала это 11 часть прохождения игры гномория загружаем наш мир вспоминаем на чем мы остановились а вспомнил я изучил мушкеты и жду когда же появятся пистолеты плюс я еще забыл одну свою цель я хотел попробовать дать сражение жукам вне видео я проверил сколько их там так вот их там явно больше 20 и мои воины когда пытались с ними сражаться сумели убить только одного жука прежде чем их загрызли поэтому я даже не знаю каким образом с этими жуками нам предстоит в будущем сражаться или самому доводить нужно войска до 20 человек в стали или же попробуем стрелять издалека принципе есть еще один вариант застрой здесь все сделать ров и один гном пойдет насмерть откроет проход в жуки рванут но не смогут перейти ров и расстрелять их далека это в том случае если мои стрелки которые в будущем появятся не смогут стрелять вот по диагонали ну вполне возможно что действительно не смогут что у нас здесь железо и до выяснил я почему у меня не строили статуи дело в том что я поленился не выбрал вид из какого камня они делаются они пытались создаваться из гранита а гранит я продал торговц вот и получилось что статуи не строились поэтому сейчас я заказал статуя из этого ляписа синего камня будем надеяться что они будут строиться дальше с торговцами все я порешал дипломатия да все все дипломаты у меня в гостях так что же нам делать а ничего нам не делать пропускать время кожаные шлемы строятся да ну что ж крутим время значит нужны нам стальные доспехи чтобы увеличить кристо воинов нужно нам исследовать пистолеты нужно нам создать мечи и щиты и свинца они аналогичны железных железным для рабочих вот это вот ближайшие планы наши ну и кстати можно потихоньку попроизводить что-то к примеру можно произвести ловушку что нужно для того чтобы сделать ловушку вот ловушка с шипами и ловушка с лезвиями первое дает кровотечение хорошее вторая имеет шанс отсечь по идее лишние конечности проблема в том что я совершенно нигде не нашел информации какой урон наносит эти ловушки дело в том что ловушка это все равно что один удар вашего воина по врагу то есть удар может быть заблокирован щитом даже удар может быть принят броней и могут от него вернуться вы понимаете что для удалопить и статус строит для того чтобы гарантированно нанести урон нужно очень много этих самых ловушек плюс нигде нет информации о том играете роль из чего это ловушка сделано ну давайте сделаем ловушку и шипов принципе вот я рассказал все эти условия как работает ловушка и можно взять вывод что все же лучше ловушку делать из шипов потому что одним ударом враг не будет убит поэтому лучше из шипов чтобы хотя бы кровотече кровотечение у него было хотя большого смысла в ловушках конечно же нет так и они говорят что нужно основа ловушки и собственно щипы собственно шипы так основа ловушки из чего у нас состоит где она где она что такое игра завысла или опять меня мышь глючит да да села батарейка как всегда это должно произойти самый главный момент так так извините меня сейчас попробуем заменить если поможет продолжим играть так так вроде помогло но это батарейка тоже конечно не хороша так надеюсь я хватит ну что ж так основа ловушки основа ловушки состоит из основы механизма и пружины ну а ну а механизм из пружины и прута вроде бы гер сейчас скажу шестерня шестерня так ну в таком случае нам нужно начать все с кружин и шестерни а это в другой лаборатории делается да да вот вот пруты а вот шестерни так из любого металла так ну у меня меди малахит есть давайте мы произведем из меди пружину из меди а вот кстати шипы из меди так да заказал вообще нужно будет из всех металлов сделать эти основные элементы после того как вы создадите из какого-то металла элемент дальше сможете выбирать этот элемент сразу же из этого металла то есть не надо будет нам в первом мастерской заказывать шестерни а потом из них собирать что-то мы сразу будем говорить что хотим медную ловушку и она будет делаться из запчастей сделанных из меди надеюсь понятно объясню так и мне нужна кровать так кстати вот здесь гадкий бурундук мешает моим шахтерам исправить оборонные сооружения дело в том что сейчас покажу так что ты они где-то не там выбрал каким-то рабочим выбрал не ту формацию нет у всех все правильно да сейчас воин оденутся вот видите здесь я уже вне видео заказал как исправить ситуацию вот сейчас бурундука убьем шахтеры придут вырвут ров для этого мы сразу же заберем труп бурундука посмотрим что там шахтеры шахтеры заняты так чтобы все было быстрее ну ладно не буду пока угрозы нет хотел я отменить работе шахтером ну и на тот момент пока мы в опасности я не буду разоружать своих бойцов вот кстати все эти медные элементы создались давайте теперь будем делать что там механизм основа механизма вот мы сделаем медный после того как мы создадим видите появляется возможно строить медными основу механизма так шахтеры почему то не хотят ну да вот приняли заказ отлично отлично и проход уничтожаем где шахтеры я же вам больше работы не давал почему не бить не бежите сюда нет работы неужто легли спать да вполне возможно ну вариантов нет ждем пока шахтеры вернутся вот значит можно теперь опять перевести моих воинов в режим тренировки шинель заправлена в трусы как я говорил и сперком монах ну путь гномы здесь и называется но это чистый монах без брони без брони в рукопашку все все заняты смотрим что там с заказами все работают шапки кожаные делаются кстати кстати если придут враги нужно не забыть перевести всех в режим горца так как это гранит на статрах надо избавиться и в таком режиме больше шансов что мои гномы сумеют убить огров чтобы из их не шкуры делать самые лучшие самую лучшую кожаную броню для рабочих так торговцев уже нет я бы продал эту гранитную статуи зато у меня уже животных набралось так самец 1 самки 3 альпаки вот так и можно шахтерам дать работу вот я вижу здесь есть еще немного железа его нужно добыть отлично давайте приблизим посмотрим да еще можно вот эту вот клетку добыть хорошо так все работают а у меня мне пришла стать интересная мысль мы же можем проверить сейчас получится или нет нам получится или нет стрелять по жукам у меня есть один арбалет из него можно пострелять только подождите арбалету нужны стрелы но по-моему стрелы я произвел ммм так да у меня еще и мечей нет на всех рабочих ммм а где мне увидеть этот самый арбалет ну вот а вот он кроссбоу и болты 16 штук если не ошибаюсь нужно еще колчан ммм 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 вот он если если я правильно помню давайте один колчан колчан ммм 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 ну вариантов нет кроме увеличения урона кстати нет совершенно смысла брать командира потому что он даст всего лишь вам если у вас полный склад по 10 процентов на каждого зачем если он сам по себе может нанести эти плюс 40 процентов за счет того что он будет не командиром а будет горцам так что нет смысла так значит все горцы если поняли чем я говорю взяв перк горец мы получаем плюс 40 урона если бегаем с голой задницей двуручным оружием принципе так как мы все равно не получаем урона это не это не не важно так мы все с этим мы разобрали теперь теперь это у нас будет ну ладно я напишу ган все равно я не буду пользоваться арбалетчиками я потом переведу всех на пистолеты поэтому пока берем конечно выбираем ему кросс был так колчало сам по себе догадается взять или нет вот без понятия нужно ли ему указывать что он должен носить наверное нет я надеюсь что нет так и смотрим а подождите неправильно нужно вот так а там статья на порта чего получается да я переименовал нечаянно так это новая а кто это был это был баттл экзе если я не ошибаюсь экзе конечно экзе не читается ну ладно так исправил по идее какой первый тебе дать ну кстати пистолетчиком это фрэнди два раза быстрее стрелять ну не уверен что то лучший вариант меткость повышается и расстояние увеличивается урон а просто в лесу на расстоянии понятно и возможно стрелять глаза дальность меткость или урон наверно урон и и берем ган тоже ган так перк увеличивается урон с каждым стрелком в отряде по два процента максимум 10 получается неважно в любом случае пока выбираем перки такие хотя мне кажется лучшие перки будут или стрельба в глаз или там есть экономия болтов тоже вариант посмотрим и и давайте ладно нет все таки сделаю новый отряд также назову его стрелки так ну и любого любого солдатика нужно выбрать причем из тех кто вот такой вот никому не нужный ган-11 ган-4 ган-8 ган-13 пусть будет так и проверяем посмотрим будет ли он стрелять так и оденется ли он к примеру возьмет ли он колчан с болтами и и где ты может спишь так 8 1 8 1 что ты делаешь да спишь подождем вот он прибежал до колчан взял все взял а стрелять не может в таком случае с жуками жуками мы сможем сражаться к сожалению только если дадим им возможность убить одного гномика хотя не обязательно я могу автоматоном по идее ну ка нет не стреляет сожалению так просто не получится да можно будет попробовать автоматоном снять эту последнюю ну тут много вариантов последнюю стеночку можно конечно пытаться дверей на делать но это очень много времени займет ладно пока отказываемся до той от этого варианта суть мы поняли что жуков мы так просто по диагонали через щель не достанем как не жаль как не жаль так что здесь броня делается механизмы сделали теперь саму ловушку а нет не сделай там механизм сделали а теперь надо основу основу ловушки вот вот копер ведь уже есть возможность выбрать сразу медный давайте будем делать и и стали слишком жирно а так можно создать ловушку потом где-нибудь установим посмотрим какой там она урон будет наносить явно ничего экстраординарного не будет здесь можно принципе еще и давить врагов но это очень неудобно и это уже по последней части я буду попытки эти делать то можно всякие с помощью механизма всякие хитрые ловушки делать обязательно попробуем мне хочется конечно здесь какую такую ловушку чтобы враги забегали по коридору наступали на нажимную плиту и под ними проваливался пол и они оказывались в закрытой комнате потом они от голода все равно умрут или их можно спокойно расстрелять главное что они не убегут я имею ввиду к уголовые огры чья шкура мне нужна вот а вариант когда можно их под ним полом который поднимается давить а потолок не столь хорош во первых там нужно строить паровую машину но мы построим по приколу а во вторых нужно управлять гномом и гном должен не спать должен успеть подбежать должен нажать этот рычаг короче это нереально просто уже посредственно управление вы обязательно протыкаетесь поэтому лучше конечно создать какую-то механическую ловушку который будет срабатывать сама так я не понял я что все равно нечаянно что-то изменил почему мои бойцы бегу с топорами так так не понял а где ноу армор хорошо а я нечаянно переименовал я понял я понял нечаянно переименовал тогда придется сделать еще одно амуницию вот так вот так это будет правильно что у нас получается горит с топорами горит с топорами горит с топорами и горит с топорами хорошо тут все есть теперь проверяем без брони у нас должен быть голый гном без брони должен быть монах путь гнома и без брони до увеличение урона других вариантов нет мы все ждем ждем в гости врагов я надеюсь мои гордость ухитрятся убить пару но пару обров чтобы не успели убежать так наука и следует хотя вяло вяло так и мы наконец то можем сделать медную ловушку кстати кто в курсе подскажите материал из которой сделан сделана ловушка влияет на ее урон или нет так а теперь нам нужен гаечный ключ опять же из любого материала давайте из малахита так и тогда мы сможем построить еще одну лабораторию что у меня с дипломатией гуляет у меня здесь один в гостях в гостях вызвали да один только не остается его каждый раз этого дипломата нужно а даже двое вызывать давайте вдруг они железо пронесут но я в принципе добываю железо это хорошо что у нас здесь с шапками давайте проверим так кожаные шапки шлемы конечно да ладно десять из медведя хорошо хорошо кстати статуи все произвелись больше мы не должны ошибаться заказываем их из этого синего камня и ждем вот это вот у нас геолог человек может мыть породу землю камни добывать глину и осколки металла можно сказать один из вариантов получить железо не найдя его в шахте но нужно их очень много и не с каждого куска породы можно вымыть металл это во первых во вторых не факт что этот металл будет то что вам нужен а вариантов металла здесь много в итоге получается что добывать железо да в данном случае железо потом сталь невыгодно очень много нужно этих геологических мастерских для промывки породы и все равно будет железо добываться медленно тем более напомню нужно 10 осколков на выплавку одного одного слитка металла так пришли пришли красавцы переводим всех в режим горцев своих бойцов раз и два ну это точно как в этом фильме с Мелом Гибсоном да где он включал свобода когда его пытали так и называются вроде бы горец так проверим да вот этот перпенджер он должен быть и сейчас урон должен быть конский почему еще конский кстати я его не показал есть возможность у меня из 6 топоров посмотрите видите собственное имя у топора он легендарный легендарный урон на 1.8 на 8 процентов больше почти в два раза больше и у меня из 6 топоров 5 уже таких вполне возможно сейчас мы получим шестой такой топор что было бы очень неплохо так главное чтобы умерла пару уголовых огров не очень нужна ихняя шкура чтобы рабочие тоже были по максимуму защищены ну что ж смотрим и наслаждаемся поехали а да вон у огра руку отсекли но как то гоблины умирают быстрее мне нужны именно огры а не гоблины ну уже убейте хоть одного огра нет убежали убежали да нужно мне наращивать военную силу то о чем я говорил всю жизнь вы не сможете прятаться и в принципе играть в открытую хоть и дольше но лучше потому что ваши войска по прокачке опережает тогда вражески в моем же случае видите быстро я прокачался но в смысле экономически но войска от этого сильнее не стали ну ладно может там какие то руки-ноги огров странно ни одной конечности огров хотя точно видел что огра была отсечена рука плохо шкур мы не заработали ну нет вариантов придется тогда ждать когда мы увеличим свои силы так и у нас войск будет хватать чтобы ну у меня сейчас хватает но сейчас велик шанс потерять воинах воина которого я тренировал здесь уже пару лет игровых ну или пару рабочих что не так страшно но что задерживает в развитии если бы играть конечно не под запись это ну и фиг с ним а так конечно все эти потери затягивают количество видео увеличивается мне бы хотелось мне бы хотелось уже довести игру до логического конца все развиться по максимуму все показать ну и довести воинские силы до того состояния когда я смогу лицом к лицу всех рубить так железо и золото гоблинов на сосиски да кстати уже ключ произведен поэтому давайте увеличим не понял да вот построим еще один еще одну лабораторию лабораторию и у нас уже есть одна медная ловушка так да производство как-то не очень двигается вполне возможно стоит построить нам еще и перерабатывающую мастерскую плавильню да как это называется форджа давайте посмотрим что для этого надо нормально форма печь и как они нагнетает воздух меха прочий смысл в том что все это делается из камня потому что если это будет делаться еще с другого то нужно можно мишку кстати забить то в таком случае нужно будет контролировать из чего отливается нужная деталь к примеру если бы мы делали отливочный ковш или как он там называется то пришлось бы проконтролировать чтобы его не сделали из стали потому что это будет слишком жирно потому что если вы не говорите из какого материала делается делается из того который есть ну а так как я сейчас занимаюсь производством только стали для брони то естественно из стали будет отливаться что что слишком жирно что слишком жирно так вот я смотрю да вот молд долго это будет потому что статуи идут в приоритете перед заказом детали этих для литейной мастерской для литейной мастерской но я не буду ничего менять сильно это не ускорит наше прохождение так раз два три четыре пять шесть семь восемь вперед еще металл так давайте посмотрим что там творится ни коем случае не попасть нам на скат этот спуск рампу потому что сразу же придут всякие зверюшки к нам в основном конечно зомби но если мы нарвемся на жуков то игра закончится не 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 сам смысл в том что они сильны хотя и это важно а то что их очень много как я проверил это просто больше двадцати а вы сами видели кстати можете посмотреть давайте глянем давайте глянем посмотрите раз два три четыре пять шесть шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемь ох это в одной кучке восемнадцать и здесь на 18 короче около сорока жуков придется нам значит все исследования провести как только мы это сделаем мы сможем всех перевести на войска сделать стрельцов плюс автоматом это можно сказать робот заменяющий гнома кстати сразу же вспомнил игру мастеров орион там тоже можно было население все заменить роботами андроидами киберками я уже не помню как они там назывались смысл в том что они не зависели от окружающей среды не хотели жрать просто от части производимого продукта производства от щитов часть забирали себе планету супер гигант богатую на минералы заселяете этими роботами и получается кузня космическая строит корабли как горячие пирожки на раз-два очень хорошая игра тоже планируя когда-то ею заняться но я все позабывал она очень сложная очень много там всяких нюансов поэтому пока явно заниматься ею мы не будем так что мы говорим мы говорим что нужно производить железо ничего себе 242 количество железной руды это да так делаются делаются шапки там делаются кожаные смотрим уже 17 давайте мне нужно 30 штуки можно переключиться на производство кожаной брони из он чуть не забыл кожаной брони из шкуры огров у меня там немного есть ее и мишку обязательно забираем так как он второй по крепости после огров первые двуголовые огры потом идут обычные ногры потом шкура медведя что наши шахтеры шахтеры сейчас освободятся так так голдора мне не интересует это уголь или никак никак определить да сейчас проверим а да 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 железо есть это жила железная была поэтому все нормально в принципе вы видели у меня железной руды оказывается полно я ее обрабатывать не успеваю переплавлять смысле все рубятся все работают так вот здесь конечно у меня слишком много бинтов видно давайте мы добавим ящик чтобы переносили в ящик лишние бинты так пришел дипломат а мы получили деревья рубим видите деревья уходят на переработку в древесный уголь переработка 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 торговец пришел что ты нам принесешь да сколько вас здесь не забывать только забирать все эти мостики земляные земляные которые я строю бегать с колчаном рабочие и с арбалетом скорее всего так и вот наш торговец что ты нам принес по любому покупаем железо и серебро на кольца этих колец продажи просто огромное количество так тачки поношенное оружие которое настолько испохабили что нет смысла его переплавлять так что еще да есть у меня 16 по ней панели это 4 кожаные брони изогров очень хорошо оловянный щит точно не нужно если щиты и делать то минимум из свинца так это все броня 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 так кирки до медные и главное есть же у них стальные не хотят они брать и все ну как бы не получилось что я их а ладно что я их продам и нечем будет работать но это по моему кирки этих гоблинов туннелеров не мои дело в том что по моему здесь я могу продать только вещи которые не в руках у гномов если не ошибаюсь а если это так то все нормально так и статуэтки пошли на продажу все статуэтки продал еще хотел бы продать статуи где она гранитную вот-вот-вот-вот-вот боксит для ты составляем и пришла пора продавать кольца продали кстати что с черепами я их произвожу нон-стоп просто не на что больше пускать да нормально так и что с семенами хотя мы защищены в принципе муравьи нас не пугают можно не следить за семенами от их количество зависит на сколько много придет муравьев а враги не страшные даже если играть открытыми то есть когда все намного дольше войска вас прокачаны то пока вас не отстали они просто страшные враги они вызывают страшное кровотечение у меня было такое что пока я от них отбился потерял 15 рабочих и рабочие причем умерли не в бою а именно от кровотечение бинты закончились и не все уже я битву выиграл но получилось первого победа так еще один торговец прибежал ты что принес вино вино это круто мой виночерпи не успевает производить столько вина сколько пьют мои гномики так пшеницы немного продадим смешно получается я покупаю и одновременно продаю так ну да ладно я уже молока полно кстати это хорошо молоко тоже чуть чуть хуже чем вино но все же его можно использовать как питье ой 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 слишком круто ну вот и все так что здесь у нас производят что-то производят спят сейчас так это вы для заказа делать это вы для заказа делайте о простаивает я понимаю шли строю литейные мастерские здесь оказывается у меня есть мастерская которая ничего не делает кстати что у нее с а ну да с приоритетом все очень плохо так добыча но сын тогда были немного ладно мы сейчас забудем вот это вот железо а потом просто построим стену а можно конечно и не пожалеть поставить так факел так да щиты все вот все под все пошло посмотрите как все пошло хорошо шапки делаются где статуи только синие не будем нарушать однообразие в цвете так а здесь как было все забито чем-то так и осталось интересно чем-то все забито убери строй еще на мастерской ну ладно в принципе нет в ней нужды так все мостики уничтожены хорошо никто не рубит не уж то я продал все возможные топоры может быть сейчас проверим где они находятся интересно вряд ли в оружии да вот где они находятся значит да топоры я продал но это неважно сейчас я сделаю стальные топоры филинг аксе сейчас сделаем где эта мастерская даже из стали раз-два вот так вперед и давайте продадим тогда уже и кирки все чтобы остались только остальные где я их видел я имею ввиду чтобы рабочие брали в руки только остальные почему-то они берут только медные а мне не хочется создавать отдельный целый короче формацию униформы и тому подобное специально для рабочих которые являются лесорубами или шахтерами так где они вот ну вот три три кирки и как назло а ну да шахтеры работают шахтеры работают ну ладно не будет заниматься просто сейчас нужно ехать опять же из рук у них забрать медные продать и ладно неважно а вообще у меня есть дровосек если есть почему он выкинул из своих рук есть один у нас боец он взял руки меч и выкинул на это время топор ну разве я ну да ну да да было такое вспомнил не понял алый за арбор надо смотреть тут надо поставить и они в таком случае смогут взять топор как только он появится и не обязательно и не обязательно он будет медный вполне возможно они на автомате возьмут железный чего мы добываемся а так я однозначно сказал что брать в руки меч и они не догадываются что нужно взять в руки топор вот сейчас сделаем стальной топор и может все наладится аналогично может они догадаются взять стальные кирки видите с медной бегает материал кирки точно влияет на скорость добывания породы это я проверял уже ладно быстрее сделать вот так хоть и расточительно хоть и расточительно и если это все же железо то его тоже нужно добыть что это вот совсем другое дело да работайте что там наука да сейчас будет следующий этап исследования и что-то мне подсказывает что это будут пистолеты а потом еще до автоматона нужно кстати я могу сразу сказать уже нашел эту информацию значит так этап девятый это пистолеты мушкетоны восьмой значит восьмой у меня был сейчас как раз и звучит пистолетов вот он должен еще быть 10 и 11 10 вот стать 11 это это мы получим наконец-то протезы у нас там есть одноногий рабочий но сразу же сможет опять ходить нормально а кстати интересный момент о взял взял топор рубит достаточно быстро но по моему новенький то есть с умениями у него проблема мне кажется или вы взяли кирки стальные да вот они стальные кирки сейчас будут рубить намного быстрее так что там легендарное произвели что именно статую статуэтку из кости медведя легендарную произвели по моему намного лучше рубят стальными кирками о кстати у меня есть торговец которым я еще не торговал и ему же нужно продать медные кирки чтобы больше у меня не было вопросов и они в руки их не брали так айрон воры у меня уже этих айрон воры полно так с богатством у меня проблем нету я даже не собираю золотую рыду хотя есть смысл ее собирать хотя наш королевство будет сразу расти но мне сейчас количество гномов не нужно и усиление врагов главное не нужно поэтому не будем спешить также черепок на производил продадим сыра полно 2 крутые тачки у нас есть хорошо так и давайте найдем медные кирки должны были их уже выкинуть из рук мои шахтеры сейчас мы их продадим вот вот стальные стальные одну точно нашел странно ну ладно со временем догадаются что делать так угля у меня мало видите уже в основном весь уголь идет из пережигания вполне возможно можно за углем поохотиться мне-то не хватает угля уже а не железо так статуэтки там числе легендарные которые стоят из этого два раза больше ух дорого середро стоит то мне подсказывает что не нужно мне ее покупать уже ну ладно золото есть и золото делать и все полно валяется в шахтах сейчас таки сделаю так готово где мой этот геймкутер для того чтобы ты научился делать да да мне сначала нужно сделать один слиток из золота буквально один и тогда можно будет тогда производится производится тогда можно будет уже заказать кольца из золота что здесь сейчас будет наука будут пистолеты кстати можно сделать мельницу а хотя зачем я не знаю где ее поставлю нет не нужно а вот кстати по-моему мушкетными пулями стреляют и пистолеты ладно не буду спешить увижу что почем ого еще два гнома пришло то есть реально у меня ценность королевства растет из-за брони и оружия которое произвожу хорошо в таком случае создаю еще один отряд вот пистолеты исследованы пистолеты исследованы смотрим да ничего не изменилось мушкетные пули нужны по-любому ну тоже есть такая непроверенная информация что болты чем лучше материал с которых они сделаны тем больше урон а вот я совершенно не знаю правда ли это для материалов с которых делаются пули то есть есть ли смысл делать их из из стали ну ладно начнем мы а 32 32 32 пули из одного слитка нечего жадничать давайте я два три четыре пять да хватит надолго и пришли два гнома и уже по счету волна уже не знаю даже какая волна девятая десятая одиннадцатая нет выйти одиннадцатой волной так теперь нужно мне опять вас на тренировку отправить не имеет значения кстати кто в будущем будут ваши бойцы стрелки или рукопашники все равно их как мы выяснили нужно тренировать по пути монахов поэтому так нет не буду пока делать пистолетчиков еще трех сделаю стопорами да трех стопорами получится 9 вполне возможно девятка уже выдержит и кстати интересный вариант а почему бы мне своих рабочих всех не сделать пистолетчиками а они в бой вступать не будут поддержку будет оказывать просто зверство да кстати это в это вариант причем интересный вариант что можно нет лучшим оружие не давать ближнего боя только пистолет тогда не будет постоянно убегать стрелять издалека да очень хороший вариант ну а раз так то подождите у меня что уже есть а нет это оружейная кузня хорошо так нужны мне три раз два три на пора ох надолго растянется это все к сожалению вариантов нет а я я я я я я я я я посмотрите кто у нас тут получился голем ой придется щелкнуть на всякий случай чтобы отделить мои бойцы потому что при удачном ударе могут убить моих с таким трудом натренированных воинов и пусть его атакуют все просто рядом вижу рабочий вот отлично рабочий в броне справился так и нужно вас опять переводить на только проверю а нет не буду переводить вот есть перешейк так подождите что-то хотел а я хотел создать еще один отряд гномов чтобы создать нужно сначала найти этих самых гномов как-то их искать да придется искать через квады вот смотреть вот так на него и сразу его выкидывать если он хорош в чем-то а в чем мне нужен хорош в принципе мне нужен только додж чтобы его не прокачивать долго и нудно додж десятка вот 14 вакант так ты 13 ого 18 но вполне возможно это дождь прокачался он видно воевал так получалось что он постоянно воевал а да я атаковал рабочими и такое может быть так там был 13 явно лучше отлично это мы сделали теперь создаем еще один сквад из трех бойцов нет вы пойдете вновь армор пока и выберем тех у кого кучки с нету и которые доджи высокие это значит будут те гномы которых я из рабочих выкинул вот он первый второй ну пусть будет 3 что-то не то сделал или то да тренинг 3 прекрасно и вас на тренировку а у меня уже было все выбрано я понял почему я вдруг сразу стали тренироваться я понял так а здесь есть мишка которого нужно обязательно пустить на шкуру ой они у меня одеты они у меня одет а ну да у меня еще не был мостик уничтожен и на всякий случай их оставил в броне так а а чё вы еще бегаете промазал я понял так где мой мясник вперед все гномы тренируются мои будущие бойцы так мы поняли что железо нам вообще-то уже и не нужно уголь мог бы пригодиться где этот самый уголь все мы здесь уже подобывали контролл 5 чтобы этих рабочих потом найти так забрали медведей проверяем что там с кожаным с кожаными шапками где вы 25 еще 5 шапок хотя уже больше уже больше у меня пришли гномы ну ладно пока пусть будут 30 а я их в воинов кинул так что не жалко и давайте пополню я склады рабочих ищем гномов так есть буква С ой 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 тинкеров я договорился не трогать исследователи в смысле незачем им участвовать а хотя какая разница да внесу их тоже в отряды дело в том что если я внесу в отряды хотя они будут участвовать в боях но зато они сразу оденутся в соответствие с военной униформой не будут ходить голожопами и тогда их меньше шансов что случайно загрызет какая-нибудь подземная тварь ну или голем который вдруг заспавнится где-то рядом так все все на работе в смысле все в отрядах что там я хотел опять голем но уже я готов кстати чтобы это больше не продолжалось нужно где этот голем нужно продать солому кажется мне опять много давайте глянем правильно ли а торговцев нет ясно вот вот не мешало бы ну игру уже никто не развивает ее бросили но не мешало бы конечно чтобы в игре можно было избавляться от вещей не только через торговца а и без него продать что-то так все не осталось у меня перешейков опять я перевожу свои силы в тренировочный режим военный ну-ка давайте посмотрим на своих гномов они должны быть просто звери зверями так только не 3-3 а волна 2-4 самая первая волна которая стала бойцами что у нее у fighting 83 дочь 63 неплохо не очень хотелось бы мне от соломы избавиться но реально все торговцы уже смотались как назло пули я уже произвел причем из стали ничего себе хочу пистолет давайте посмотрим так flint lock пистоль замок что ли пистолета или он так называется это барабан и стопы где они кстати тут же опять же делаем их из стали надеюсь что это увеличит их не урон барабан барабан и сток вот он барабан из стали а что такое скрыл сейчас узнаю винт ясно так винт пока мне не нужен мне нужен сток а где он не понял ага это как я понял ложе деревянная да это у нас вот что будет делать рукоятка и ложа и прочее все как пугать дело как тоже то есть дерево ложе с рукояткой у него как нему приматывал а к нему приматывал ствол ствол так стальная броня оружейник ждет стали все ждут руду не руду уже слитки все ждут слитки так вы уголь добываете молодцы отлично где тут еще уголь есть мелочь пузатая не уголь значит идем на уровень ниже так не хочу я оловянную руду мне нужен уголь вот немножко если это конечно не драгоценные камни которые опять же мне не нужны control 5 и работаем все тренируются топоры делаются все при работе короче да кстати а вот пришли муравьишки сейчас мы с ними будем знакомиться так где они вот ну не понял почему вы опять бегаете с топорами что я опять ошибся но ну армор да промазал отлично давайте к мы попытаемся мантов забить руками вообще интересно реально ли это реально ли это я все не отказываюсь от идеи прокачать гномов просто со страшной силы одеть их в броню но забрать оружие и дать им перк перк гнома чтобы они мамонахами были ну что то я не верю в эту ситуацию потому что у топора урон как я вам говорил 250 легендарный умножить на 1.8 сталь умножить на 5 сумме на 6.8 коэффициент 250 ну пусть будет на 7 прочее около 1500 урона никакие кулаки конечно и близко не стояли с таким уроном но вполне возможно что здесь как я говорил от количества атак как бы на критах можно играть то есть кулаками глаза убивать сердце вырывать и тому подобное я не знаю поможет ли это дело в том что если руками очень хорошо сражаются гномы то у них атака по моему тут до 400 можно прокачать да вон убивают убивают руками мантов посмотрите да у меня такое впечатление что они ложатся от ударов рук быстрее чем если их топорами рубить нужно будет кстати проверить это на этих гоблинах может это когров смогу валить руками лучше чем топорами было бы смешно чтобы создатели игры так подшутили и эту скрытую возможность что монах руками сражается лучше чем любой боец топорами ввели в игру и никто об этом даже не знал посмотрите легли муравьи просто на 1-2 это что-то очень странное что с шапочками что с шапочками что с шапочками 27 еще 3 шапочки и можно наконец-то заняться производством кожаной брони из-за кожи огров что здесь вот сейчас будет еще один комплект брони голем где этот гадский голем где этот гадский голем где этот гадский голем ох я рискнул не захотел переодевать своих бойцов они как гномы бросились один удачный удар голема но я бы не делал тебе такую глупость только как сделал я это неправильно да на топоры нет у меня стали кстати я же могу уже тебе сказать что ты делал бы кольца из золота в таком случае мне не придется вот не придется покупать серебро вот так и плюс дороже сами кольца хотя это все не важно потому что у меня и камней и металла на кольца полно торговец так будем завершать скоро видео а что я хотел кстати почему я еще тяну не завершаю а ну да я хочу пистолет но я заказал а пистолет 4 стальных слитка требует я понял почему задержка скорее всего не дождусь там еще и топоры заказаны поэтому так смотрим о вот на этом мы и закончим сейчас я проверю попробую гадов бить и в рукопашную даже интересно мне будут примирать огры от этого ну хотя достаточно опасно я задумал атаковать их потому что потому что там есть туннеллер и если долго они не будут умирать но я увижу будут они долго сражаться или нет то то они по туннелю проберутся мне в центр королевства а я тут голожопыми воинами бегаю монахами но хочется очень хочется проверить интересно могут ли завалить огра руками мои монахи именно из-за количества атак ну что ж с богом надеюсь я не завалю прохождение ой я могу завалить прохождение из-за другой причины ай-яй-яй-яй-яй я забыл этот баг да да руки не пробивает ихнюю броню так дело в том что они могут так ввязаться с бой что уже отступить просто не смогут а если они смогут отступить ему так будет сражаться пока не умрут от жажды или от голода такой тупейший баг в игре присутствует так в таком случае попытаемся им объяснить что пожалуйста оденьтесь вряд ли они кстати меня послушают но еще надежда есть на рабочих у которых уже есть некоторые железные мечи и это может нас спасти то есть если эти бойцы не вернуться не переоденутся не возьмут в руки топоры кстати это сразу показывает что монахи не справится с другими огнями тогда вся надежда будет на рабочих которые может быть сумеют победить врагов так да вот видите они совершенно не 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 могут покинуть битву а вот я буду смотреть всех этих ну нет нет посмотрите кто то кто то пробивает гоблина в железной броне а ну хоть один угар есть раненый по моему ни одного угара не будет раненого и вот стальной броня не пробивается да все игры живые нет 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 монахи не могут ну хотя я не знаю как как насчет урона монахов в броне то есть когда нибудь в стальных перчатках но в данном случае не могут хорошо это вы поняли теперь зовем рабочих подождите что у нас с рабочими которые могут спасти ситуацию это я конечно рискнул и можно все прохождение завалить лейза армор так а зачем вам щит на тот момент пока вы воюете давайте оружие в таком случае что у вас там а у вас ники все правильно так все пусть будет оружие больше может урон будет наносить больше и зовем рабочих на помощь иначе все наши бойцы умрут от жажды они как берсерки просто не могут покинуть битву я не знаю почему такую глупость сделали то есть вариант с тем что покидают битву мои бойцы чтобы сменить броню которую которая поломалась в битве сменить оружие взять патроны они сделали а вариант покинуть битву чтобы попить воды не умереть от жажды они не продумали ну и или от голода не подумали они что могут битвы так долго длиться так 4 вся надежда на рабочих 4 надеюсь им хватит того оружия что у них есть у меня есть легендарный стальной меч один ну не один там сколько у меня 6 мечей или даже 12 а нет 6 вот именно на них надежда остальные мечи должны пробивать ну что ж смотрим все одеваются берут оружие в руки и в битву в битву в битву все тут все тут а что то не гибнут не гибнут не гибнут гады не гибнут не пог melt ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я-яй-яй-яdom ошибку сделал нужно было делать так так мы еще не все в бою не все в бою еще могу попытаться исправить ситуацию нужно было рабочим дать двуручные секиры в руки рабочих перевести кстати на горку можно вот так нужно было я давайте попытаемся еще пару рабочих не добежала может они спасут ситуацию иначе конечно все мои умрут здесь бойцы опять батарейка елки-палки дайте мне уже доиграть так подождите зачем мне горца заказывать только у меня топоров то было всего лишь а я не знаю какие какие не участвуют в бою я понял смысле какие гнумы из рабочих еще не прибежали поэтому придется всех перещёлкать на то что ж такое так поэтому придется выбирать всем горцев и в чем еще проблема при этом выборе те кто уже в бою покидают свое оружие из рук тоже очень плохо а нет пошли брать топоры прекрасно все я надеюсь вот 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 пошли рубить хух не умрут хух выкрутился чуть не завалил всю игру нет нет монахами нельзя монахами нельзя по крайней мере с голыми руками зато я вам скажу сейчас со страшной силой все у меня прокачались просто зверски прокачались я надеюсь не факт сейчас проверим так вы опять стали вайза армор но что-то мне не нравится видите даже с этими стальными мечами чего-то не могут они пробить броню уголовым ограм а у меня еще мастера были вот у меня еще мог спасти понятно когда вы одевайтесь да да какой факел так если если угры да два огра два огра умерла прекрасно это хорошо все же вся надежда на топоры а ну я еще проверю потом может вне видео что больше не было риска умереть моим бойцам сражений я попробую включить в смысле одеть своих бойцов стальную броню без оружия и стальных перчатках по идее урода будет больше и стальными перчатками забить врагов но как видео затянулось но зато проверил все что можно так вот и уже патроны лежат и вижу что не хватает места кто что голем а я в броне не на этих големов почихать надо летять почему он почему он здесь появился странный голем упал что ли а я их там уничтожил я понял там визит лежат эти вязанки и соломы и уже по второму разу из той же самой соломы спаунится новый новый голем даже такие могут быть ситуации так не уж то я произвел пистолет стальной ну ладно там уже будем исследовать следующем видео пошли мои солдаты помогать на поле посмотрите какие хорошие войны они еще могут неплохо в поле работать так все буду завершать видео потому что вижу есть работа торговец от торговцам лучше разобраться вне видео надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь комментируйте спрашивайте советуйте а я буду с вами прощаться всего вам наилучшего пока